Девушки отдыхают Каждый год в Рижском аэропорту мы встречаем именитых гостей. Сегодня мы встречаем Игоря Яковлевича Крутого с семьей организатора «Новой волны». Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы начинаем дневники «Новой волны-2012» и я, Майя Силова. Скажите, у кого самый сегодня большой багаж? Багаж у Саши. Скажите, сейчас в данный момент очень конкурсанты все волнуются и мы даже пригласили экстрасенсы им, он уже помог им. Скажите, что бы вы им посоветовали, потому что они очень переживали, что погода у нас плохая? По-моему, не такая уж и плохая погода. Хорошо. Обещали к началу конкурса же погоду наладить. 27-28 градусов. Значит, будет нормально. Скажите, после конкурса со многими хорошие остаются отношения с конкурсантами? Ну, мы не со всеми общаемся, но кто работает на российском рынке и там на территории СНГ, те, наверное, мы периодически встречаемся. По каким критериям вы определяете, что дальше захотите работать и общаться? Ну, как складывается. Заранее это никак не определить. Супруга и в этом году будет активно поддерживать? Ну, конечно, а как же? Всю жизнь поддерживаю активно. Муза самая большая для вас также является ваш муз? Да, конечно. Латвия по вам соскучилась, а вы по Латвии? Я безумна. Для меня это очередной раз, очередной раз праздник. Я очень рада, что я приехала и, ой, ну, надеюсь, будет намного даже лучше, чем в прошлые годы. Каждый год что-то новое. Ну, главное, конкурсанты, конечно. Конкурсанты же меняются. Атмосфера все та же. Добрая, светлая. Я вообще называю Юрмалу таким пионерским лагерем для взрослых. Артиста всегда видно, вот с первой секунды. И по каким критериям вы оцениваете, когда видите артиста? Харизма, голос. Это все да, но я, вы знаете, я с самого детства обладаю даром чувствовать энергию человека. И мне достаточно даже не слышать его голос. Харизма, да, это одна из составляющих энергетики человека. Мне просто достаточно посмотреть ему в глаза, как он вышел на сцену, как он стоит, чувствует, дрожат у него плечи, пальцы, как он себя ведет. Потому что артист – это совокупность очень многих талантов. А теперь пора отправиться на жеребьевку в Юрмалу. Уже третий год подряд мы запускаем «Часы новой волны». Представители Финляндии на конкурсе «Новая волна-2012» дуэт Кристалл! И… В тюэнде из Финляндии Кристалл, их парит под номером 5. Мария Емчук, Украина, номер… Драматическая пауза немножко. К нам приехал на конкурсе номер 3. Представительница России, одна из трех на конкурсе «Новая волна-2012» днилу, Россия. Четыре! Цифра четыре у него. Группа Йоа, прошу вас! Номер двенадцать, группа Йоа, Россия. Россия, группа «W». Четыре! Номер двенадцать, группа «W». Представитель Нигерии на конкурсе «Новая волна-2012» Майкл Блейз, друзья. Номер два, хорошо будет эффектное начало нашего конкурса. Лос-Ромберос де Массачусетс. Нет, не ля. Фа? Фа? О, я угадал. Номер девять! Диана. Номер шестьнадцать! Вот кто будет открывать на эти конкурсы «Новая волна-2012» представители Латвии. Группа «Фрамес». Ваши аплодисменты, друзья. Хозяева конкурса «Латвия». Барабочные палочки номер одиннадцать. Аплодисменты. Бек и Сраилов, ваши аплодисменты, друзья. Номер один. Бек, я скажу, слава на нерве. Хань Коа. Сейчас посмотрим аплодисменты, друзья. Танцентый номер. Хань Коа. Представитель Капитая, друзья. Чигитс. Номер восемь. Не так много их осталось, на самом деле. Шесть. Шестерочка. Аяла, друзья. Представительница Израиля. Александр Борташевич. Третий конкурсный день. Номер десять. Сурен Арустамян. Армения. Последний участник, который сейчас вытянет свою нотку. Прошу. Это номер четырнадцать. Это вообще зависит от этих цифр и от поочередности? Еще как зависит. Только это, чтобы участники не знали. Очень многое зависит. Ты довольна своим номером? Да, семерка – это библейское число. Я уверена, что оно мне принесет океан удачи. Шестеркой у меня никогда не было проблем. Надеюсь, так будет в этот раз. Пятеркой довольны? Очень рады этому номеру. Во второй конкурсный день выступаем четвертыми, а на третий – пятыми. Счастливая, счастливая четверка у тебя. Конечно, после меня выступают мои любимчики. Пятерка – хорошее вообще число для тебя? Блин, я не знаю, несуеверно на самом деле, поэтому, ну, где-то в середине и до площадок. На самом деле, да, мы… Главное – спеть хорошо. Главное – хорошо спеть и подача. Два. Два. Что для тебя значит два? Не знаю, просто это порядок. Вот, ребенок у тебя, вот вы уже двое. Он поет? Да он танцует и поет. То есть, будешь помогать папе, будешь? Посмотри в камеру, посмотри в камеру. Я не буду петь. А что ты будешь делать? Я буду строить, как строитель. Ты будешь всех строить, вот так, молодое поколение всех строит. Так, покажите, это девятка или шестерка? Шестерка или девятка? Это 69? Нет, 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 если честно, конечно, это 9. Вас устраивает этот номер? Да, это не начало и не конец, а золотая середина. Румба! Вот это счастливый обладатель номера один. Как себя чувствуешь? Классно, вообще суперчастливый. Не будешь бояться? Нет, ну это же третий день, как бы, ну уже, ты уже привык, как бы. Классно, вообще мне не нравится, мне вообще нравится то, что я первый. Может быть, под подушкой будешь держать, чтобы помогло? Можно и так. Ты счастливый с твоим номером? Я хотела номер 6, но это почти 6. 1 плюс 6? Да, 10 плюс 6. Группа из Латвии, Фрамест, у нас какое? 11? 11, да. Как, довольны, все хорошо, все нормально? Очень хорошо. Все хорошо. Цифра 11, там 2, вот 2, 1. 2 первые места. То есть придется разделить на всех. 15. Счастлива цифрой? Хорошие цифры. А скажи, ты бы хотел быть первой или все-таки лучше 15? Ну, я сегодня подумала, что лучше, ну, кроме первой, любой цифры. Цифра 12. Довольны? Да, круто. 8 плюс 4. И вообще, Золушка, знаете ли, убегала в 12 с вечеринки в самый момент, самый разгар. А мы в это время останемся и будем продолжать наш вечер. А что для вас, значит, лично 13-е, может быть, что-то хорошее происходило в это число у тебя, например? Не знаю, просто всякие страшилки, которые меня всегда веселят. И мне кажется, сейчас у меня будет хорошее настроение в связи с этим. Мы, наоборот, будем развеивать этот миф о 13-е. Вот так вот. Семерку хотел. То есть коллеге какому-то позавидовал, да? Нет, не позавидовал, но у меня любимые числа это 3 и 7. У меня номер 3 опять. Что для тебя означает номер 3, цифра 3? Ну, вообще, мне нравится эта цифра, поскольку Бог любит троицу. Но это уже какая-то закономерность, это уже проделки судьбы, видать, потому что второй и третий день я буду под номером 3. Ну, в принципе, я довольна, потому что хорошо сразу отстреляться, выступить и со спокойной душой уже не переживать. Сегодня завершаем уже десятые дневники. Совсем скоро встречаемся на концертах. С вами была я, Майя Силова, и дневники Новой Волны 2012. До встречи, пока! Субтитры подогнал «Симон»!